Они еще школьники, но уже активно интересуются сферой бизнеса и производства. И сегодня у них есть возможность заявить о себе, представить свою концепцию, видение, как должно работать современное предприятие и организация. Второй год в городском округе проводится конкурс предпринимательских проектов. И это муниципальный этап региональных состязаний среди талантливой молодежи. В наших образовательных организациях открыты предпринимательские классы и предпринимательские группы на старшей ступени обучения. И эти ребята имеют право участвовать в данном конкурсе. Если в прошлом году на заочном туре муниципального этапа было представлено 14 проектов, то в этом году 24. Интерес к предпринимательской деятельности у школьников растет. Этот конкурс становится ежегодным. И скажу честно, что потенциал ребят очень большой. И наше бизнес-сообщество возлагает большие-большие надежды на наших школьников, на их проекты, их реализацию. Само участие в очном туре муниципального конкурса уже маленькая победа, потому как до этого ребята уже прошли два этапа – школьный и заочный. Лучший проект в сфере услуг, лучший проект в сфере туризма и сервиса, лучший проект в предпринимательстве, лучший экологический проект. Именно в таких номинациях были определены 10 работ, отобранных на участие в очном этапе конкурса. Оценивала их профессиональная жюри, в состав которого вошли руководители Щелковского колледжа, колледжа экономики и прав и представитель торгово-промышленной палаты городского округа Щелково Московской области, сотрудники комитета по образованию. Ребята удивили своими проектами, были очень интересные. У некоторых уже даже реализованные проекты. Я, честно говоря, не ожидала, что у наших школьников есть такой огромный потенциал. Победителями сразу в двух номинациях стали ученики школы номер 12 имени Чкалова. Также по итогам защиты первые места заняли школьники из 7 лицея и школы номер 8. Теперь им предстоит представить округ уже на региональном этапе. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.